Четвертым. Вторым. Перспективная боевая машина пехоты БМП К-17 «Бережливый» на платформе «Бумеранг». Далее. Бронетранспортер БТР-82АТ. Ну и четвертым замыкает колонну вновь бронеавтомобиль «Тигр». Здесь стационно управляемый модулем «Арбалет». Автомобили проходят рубеж открытия огня, сходу приводят вооружение из походного положения в боевое и приступают к выполнению задачи. Итак, друзья, давайте понаблюдаем за третьей огневой дорожкой. Дорожки, напомню, обозначены справа налево, с первой по четвертую. Здесь представлена боевая машина пехоты БМП К-17. Перспективная боевая машина пехоты оснащена дистанционно управляемым универсальным боевым модулем «Бумеранг БМ». Боевой модуль за счет роботизации способен следить за целью и самостоятельно вести отстрелы объекта до его уничтожения. Вы наблюдаете тандемный пуск двух противотанковых управляемых ракет. Стрельба ведется по макетам танка противника. Дальность до цели около 4000 метров. И есть! Обе ракеты попадают прямо в цель. Ну что ж, отличная работа. Ну а на второй огневой дорожке, ваше внимание, представлен перспективный бронетранспортер БТР-82АТ. Основное отличие от более ранних версий – наличие нового необитаемого боевого модуля БТР-БНМ. На нем применена 30-мм автоматическая стабилизированная в двух плоскостях пушка 2А46 с боекомплектом 300 снарядов и спаренным 7,62 мм пулеметом ПКТМ с боезапасом 2000 патронов. На первой и четвертой огневой дорожках вашему вниманию представлены автомобили ГАЗ-2331-14 «Тигр-М» с боевым модулем дистанционного управления «Арбалет». «Тигр-М» предназначен для перевозки личного состава грузов, буксирования прицепных систем и способен защитить личный состав от осколков и огня из стрелкового оружия. В это время в небе над полигоном «Алабина» вы наблюдаете на выполнении боевого задания выход боевых вертолетов армейской авиации Ми-35М и К-52. Экипажи выполнили нанесение удара с пикирования по колонне танков. Боевая зарядка 20 неуправляемых авиационных ракет С-13 «Ком» Ми-35М модернизированная версия вертолета Ми-24. Вертолет одновинтовой схемы. Оснащен оптико-прицельной станцией, позволяющей выполнять боевые задачи как днем, так и ночью. В паре с Ми-35М работает ударный вертолет К-52 «Аллигатор». Итак, в это время, друзья, в районе озера Комсомольское вы наблюдаете быстроходную лодку БЛ-680 179-го отряда специального назначения борьбы с подводно-диверсионными силами и средствами Беломорской и военно-морской базы Северного флота. Спуск в воду группы будет осуществлен со скоростью 5 метров в секунду боевыми двойками парно с целью оказания взаимопомощи при движении под водой в условиях нулевой видимости. А прямо перед курганом славы вашему вниманию представлены вертолеты Ми-8 АМТШ. Вертолеты предназначены для транспортировки личного состава, а также различных грузов внутри кабины и на внешней подвеске. Вашему вниманию продемонстрировано одновременное десантирование 12 разведчиков, две двери и рампы вертолета. Данный способ существенно сокращает время десантирования и нахождение вертолета в опасной зоне. При десантировании данным способом особое внимание обращается на соблюдение очередности покидания вертолета личным составом и слаженности действий, что требует длительных и упорных тренировок. Подразделение моментально и стремительно занимает наиболее выгодный рубеж и готовится удерживать его до прибытия основных сил. Вновь открывает огонь вертолеты армейской авиации Ми-35М и К-52. В это время на озере Комсомольское боевые водолазы выходят на берег, где готовятся без применения оружия уничтожить противника. Водолазы обследуют прибрежный район, снимают и маскируют дыхательные аппараты. Без применения огнестрельного оружия уничтожат военную охрану побережья. Далее производится доклад о посвобождении побережья и по приказу командира группы. Группа выдвинется в глубокий тыл противника для выполнения поставленных задач. БМП К-17 в это время ведет огонь из 30-мм пушки. БМП К-17 оснащен дистанционно управляемым универсальным боевым модулем «Бумеранг БМ». Боевой модуль за счет роботизации способен следить за целью и самостоятельно вести обстрел объекта до его уничтожения после целеуказания оператором модуля. Движение модуля осуществляют управляемые компьютером электродвигатели. Боекомплекты вооружения изолированы от десанта и экипажа. Уважаемые друзья, в это время на озере Комсомольское вы можете наблюдать, как подразделение инженерной разведки выходит на берег. Это инженерно-разведыватель амфибийный катер на воздушной подушке. Катер предназначен для обеспечения инженерной разведки водные преграды, переправы личного состава через водные преграды, производство работ по поиску и обнаружению различных предметов, расположенных в толще воды и на поверхности 2. После преодоления водной преграды водолазы инженерных войск разведывают выходы из воды на наличие минно-взрывных и невзрывных заграждений. Хладнокровие и мужество саперов – залог успешного выполнения задач общевойсковыми подразделениями. Не зря инженерные войска называют войска с остальными нервами. За время выполнения специальных операций в Сирийской Арабской Республике российскими саперами было обнаружено и уничтожено более 200 тысяч взрывоопасных предметов, тем самым спасено огромное количество жизней мирных граждан. Итак, друзья, ну что ж, вернемся на основную площадку перед трибунами. Используя результаты ударов авиации, рота на БМД-4М стремительным броском с двух направлений занимает огневой рубеж. В 2016 году на вооружении воздушно-десантных войск была принята БМД-4М. В том же году первые БМД-4М были поставлены в войска. Эту машину без преувеличения можно назвать уникальной, она действительно не имеет аналогов по многим характеристикам в мире. На БМД-4М установлен блок вооружения Бахча, который полностью аналогичен установленному на БМП-3. В его состав входит 100-мм пушка, которая может служить и пусковой установкой, в чем мы сейчас с вами убедимся. Итак, внимание, друзья, первая огневая дорожка. Экипаж готовится вести огонь противотанковой управляемой ракетой. Сейчас будет поочередно с первой, третьей и пятой дорожки пускать управляемые ракеты экипажа. Дальность до целей 2700 метров. Командир роты, оценив обстановку, принял решение нанести огневое поражение танком противника. Итак, звучит команда, пуск! Далее, третья огневая дорожка. Из пятой огневой дорожки будет пущена управляемая ракета. Давайте посмотрим за результатом огневого поражения. Прекрасная работа! Первая отправляется прямо в мишень. Вторая мишень. Есть цель! И третья ракета. Ну что ж, сквад ракеты немного уходит в сторону, но, тем не менее, подразделение выполняет задачу, поражает два бронеобега противника. После огневого поражения танков противника управляемыми ракетами командир роты переходит к уничтожению еще одной не менее важной цели, используя возможности комплекса вооружения боевой машины десанта огнем закрытой огневой позиции. Парашютно-десантная рота уничтожает огневые средства противника. Для гарантированного нанесения огневого поражения и деморализации противника, находящегося на подготовленных позициях, парашютно-десантная рота произвела зал. Разработчики серьезно изменили корпус машины и унифицировали его с корпусом БМП-3. Благодаря этому были серьезно снижены производственные затраты и упрощено обслуживание новой машины. Новая машина получила двигатель от БМП-3. Другие элементы силовой установки в машине также были использованы. Многие узлы ходовой части БМП-3. Десантники, используя полные возможности комплекса вооружения боевых машин, наблюдают перед фронтом взводов цели противника и самостоятельно наносят огневое поражение бронетехнике противника из 37-мм автоматических пушек. В целях воспрепятствия дальнейшему наступлению десантников противник решил применить ударные вертолеты. Летательный аппарат обозначен световой миной. Для недопущения применения противника в данном средстве поражения его уничтожения, по команде командира роты все боевые машины открывают огонь по воздушной цели. Ну что же, с целью завершения уничтожения отходящего противника рота нанесет максимальное огневое поражение из всех имеющихся средств перед фронтом взводов в своих секторах стрельбы. Как самостоятельно, так и по команде командира ведущего наблюдения и управления огнем. Итак, друзья, обратим внимание на озеро Комсомольское, где на первом и втором створе от зрительской трибуны вы наблюдаете десантную переправу минометной батареи на плавающих транспортерах ПТС-2. Гусеничный плавающий транспортер ПТС-2 предназначен для переправы через водные преграды, колесных и гусеничных тягачей, автомобилей, личного состава и различных грузов. Для погрузки и выгрузки техники ПТС-2 имеет задний откидной порт, борт и аппарели. При установке специального оборудования может применяться в морских условиях при выполнении до трех валов. В качестве движителей на воде применяются грибные винты. Как только экипажи преодолеют водную преграду, приступят к выгрузке машин. Мы понаблюдаем за этим действием. Управляют плавающими транспортерами выпускники 187-го межвидового учебного центра инженерных войск город Волжский, Волгоградской области. Итак, друзья, возвращаемся на основную площадку динамического показа, где нас ожидает с вами следующий эпизод. Стрелковые подразделения совместно с ракетными войсками и артиллерия. Итак, БМП-2 с боевым модулем «Бережок», осуществляет поддержку миномет «Тюльпан». Ну что ж, сейчас давайте понаблюдаем на левом фланге за экипажами реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г». «Торнадо-Г» является модернизированной версией системы залпового огня «ГРАД» с более совершенной системой управления огнем, со спутниковой навигацией и компьютером расчета поправок на отклонение условий стрельбы от табличных, что позволяет выполнять наведение на координаты цели в автоматическом режиме. Но наезд на правом фланге осуществляет также поддержку прикрытия выхода подразделения в автострелков, а вы наблюдаете залп боевых машин с расходом 30 реактивных снарядов на цель. Дальность на цели 5700 метров. Огненный хвост реактивной струи выбрасывает снаряд за полсекунды, а еще через полсекунды вылетает следующий. Таким образом, 30 снарядов общим весом 3 тонны за 10 секунд накрывают огнем площадь двух футбольных полей. Результат огневого поражения на экране, друзья. Итак, внимание, друзья, первое и третье огневые дорожки. Вашему вниманию представлены боевые машины пехоты, модернизированные версии знаменитых БМП-2. Это БМП-2М с боевым модулем «Бережок», который способен осуществлять пуски управляемых ракет. Итак, внимание, первое и третье огневые дорожки. Пуски управляемых ракет. Далее, с второй и четвертой также экипажи осуществляют пуски противотанковых управляемых ракет. Посмотрим на результат огневого поражения уже через несколько мгновений. Итак, наводчик-оператор осуществляет поиск цели. И как только обнаружит цель, самостоятельно открывает по ней огонь. Напомню, это управляемая ракета. Боевой модуль «Бережок» позволяет осуществлять пуски управляемых ракет. С БМП-2, проверенная временем, знаменитая БМП-2, которая стоит на вооружении в огромном количестве стран. Но это модернизированная версия, которая прошла капитальный ремонт. Итак, внимание. И есть, сход ракеты. Это прекрасно видна сейчас ракета. Хорошо мы наблюдаем ее. Приближается к цели. Будет ли попадание? Все в дымке, друзья. ИСЛ. Хорошая работа. Ну что ж, посмотрим также на пуски управляемых ракет. С третьей, второй, четвертой огневой дорожек. Сложная обстановка для научников-операторов. Не просто наблюдать цели после выполнения огневой задачи реактивной системы залпового огня «Торнадо-Г». Но, тем не менее, первый научник-оператор справился с задачей. Ракета стремительно отправилась в макет танка и успешно его поразила. Итак, управляемая ракета «Карнет» разработки конструкторского бюро приборостроения позволяет поражать сильно защищенные цели противника оснащенными комплексами динамической защиты с первого выстрела на дальностях до 8000 метров. Поражение современных и перспективных танков, оснащенных комплексами активной защиты, обеспечивается стрельбой с залпом двух управляемых ракет в одном луче. Система управления ракет лазерно-лучевая. Итак, внимание, еще один пуск управляемой ракеты. Есть вход ракеты. Дальность до цели 3000 метров. Очень-очень близко к макету танка, но вместе с тем посмотрим на результаты огневого поражения двумя еще мотострелками. Продолжат боевую стрельбу. Боевое отделение «Бережок» разработано Тульским конструкторским бюро приборостроения имени академика Шипунова и унифицировано не только с БМП-2, а может быть установлено также и на другую бронетехнику. Итак, внимание, четвертая огневая дорожка на левом фланге. Пуск управляемой ракеты. Еще раз напомню, затруднена видимость. И СССР четко в башню попадает противотанковая управляемая ракета. И четвертый экипаж БМП-2М с боевым отделением «Бережок» отправляет ракету в направлении установленных макетов танка. Ну что ж, было попадание, друзья мои, явно было попадание в один из макетов танка. Но неплохая работа. Три из четырех ракет попадают в макеты танков. Мы продолжаем динамический показ. Давайте понаблюдаем за дальнейшей работой. На левый фланг давайте посмотрим. Здесь вновь реактивная система залпового огня готовится открыть огонь. Экипаж машины в сравнении с градом уменьшен с трех до двух человек. Время развертывания на неподготовленной боевой позиции уменьшено до шести минут. На подготовленной до одной минуты. Результат огневого поражения, друзья, вы посмотрите, у противника не будет никаких шансов остаться в живых после нанесения огневого поражения реактивной системой залпового огня «Торнадо-Г». Боевые возможности новой системы были расширены за счет новых реактивных боеприпасов. Итак, экипажи БМП-2М продолжают выполнять огневые задачи. И представляют стрельбу сходу из 30-ти миллиметровых пушек по мишеням на дальности 1500 метров. Мотострелковые войска – самый многочисленный род войск, составляющий основу сухопутных войск и ядро их боевых порядков. Главнокомандующий сухопутными войсками генерал армии Олег Леонидович Солюков. Основу мотострелковых войск составляют мотострелковые бригады, обладающие высокой боевой самостоятельностью, универсальностью и огневой мощью. Они способны вести боевые действия в условиях применения как обычных средств вооружения, так и оружия массового поражения в различных физико-географических и климатических условиях днем и ночи. На экранах НОНО СВК только что была продемонстрирована, занимает огневую позицию. Вернемся к ней немного позже. Вот, друзья мои, еще раз нам показывают НОНО. Российское 120-миллиметровое батальонное самоходное артиллерийское орудие. Разработано в конструкторском бюро Пермского машиностроительного завода имени Ленина под научным руководством Климовского Центрального научно-исследовательского института. НОНО СВК предназначено для подавления живой силы, артиллерийских и минометных батарей, ракетных установок, бронированных целей, огневых средств и пунктов управления противника. Ну а сейчас на экранах миномет «Тюльпан», друзья. Готовится открыть огонь. Два С4. Самоходный миномет «Тюльпан» является единственным в мире минометом «Калибра». Миномет стреляет стальной фугасной миной F-864, масса ее 130,7 килограммов, при массе разрывного снаряда 32 килограмма. Мина имеет пять зарядов, сообщающих ей начальную скорость от 158 до 362 метров в секунду. Итак, вновь давайте понаблюдаем на левом фланге за работой артиллеристов. «Торнадо-Г» готовится открыть огонь. Ну что ж, друзья, и вновь «Торнадо-Г» осуществляет залп боевых машин с расходом 30 реактивных снарядов на цель. Дальность до цели 6000 метров. Итак, вновь результаты огневого поражения, друзья, на экранах. Итак, друзья, ну а в это время на огневых дорожках уже показались танки Т-90А, усиленные подразделением на бронетранспортерах БТР-82А. БТР-82А осуществляют пуски управляемых ракет танки. Пуски ракет справа, налево, вторая, четвертая, шестая огневая дорожка бронетранспортеры БТР-82А осуществляют перекрытие огнем из 30-мм автоматических пушек. Основным вооружением танка Т-90А является 125-мм гладкоствольная пушка-пусковая установка. Боекомплект танка 43 выстрела, из них 22, укладываются во вращающий транспортер, автомат заряжания и 21 в немеханизированных укладках. С пушкой спарен пулемет ПТ калибром 7,62 мм. После нанесения огневого поражения танкам противника, управляемыми ракетами, командир взвода дает команду на залп из всех боевых машин. В это же время на левом фланге реактивная система залпового огня Торнадо Г продолжает введение стрельбы по бронеобъектам противника на дальности 6000 метров. Стрельба в движении в исполнении танкистов на танках Т-90. В это же время бронетранспортеры БТР-82А ведут боевую стрельбу в движении с 30-мм автоматических пушек. БТР-82А является модернизацией БТР-80. Отличительной особенностью является стабилизированный комплекс вооружения, включающий автоматическую пушку калибром 30 мм и спаренный с ней пулемет. Также улучшено бронирование корпуса. Несмотря на возросшую с 14 до 16 тонн массу бронетранспортера, показатели подвижности машины были повышены благодаря установке более мощного дизельного двигателя в 300 лошадиных сил. Итак, друзья, на правом фланге, прошу обратить внимание на озере Комсомольца, экипаж ТДА-3А осуществляет постановку дымовой завесы. ТДА-3А – это совершенно новые машины, которые осуществляют маскировку с помощью аэрозольных завес не только в видимом диапазоне спектра электромагнитного излучения, но и в инфракрасном. На дальнем створе озера Комсомольское инженеры начинают наведение мостовой переправы из комплекта парка ПММ под прикрытием дымовой завес. Дымовая машина ТДА-3 по сравнению с зарубежными средствами постановки аэрозольных завес обладает большой производительностью и большим временем развертывания огромной площадью маскируемой местности, а также возможностью работы в различных диапазонах. Итак, друзья, ну что же, с правого фланга на огромной скорости выдвигаются газотрубинные танки Т-80У. Т-80У усилены уникальными в своем роде боевыми машинами поддержки танков. Итак, на экранах танки Т-80У и вот как раз-таки показывается сейчас танк с газотрубинным двигателем, мощность двигателя его более 1200 лошадиных сил, но, наверное, все же основным в данном эпизоде будет Терминатор. Это новейшая боевая машина поддержки танков, российская боевая машина, предназначенная для действия в составе танковых формирований с целью поражения противотанковых средств противника и эффективного подавления живой силы. Ну что же, друзья, первыми своего огневую мощь продемонстрируют Терминаторы, осуществив пуски управляемых противотанковых ракет по скоплению бронетехники противника. Итак, внимание на правом фланге. БМП-Т. Это нечто среднее между боевой машиной, пехотой и танком. Да, по своему вооружению она ближе к БМП, а вот защищенность сопоставима с танком. Ну и базой является танк Т-90 с повышенным уровнем броневой защиты. Итак, есть сход ракеты. Ракета отправляется в направлении мишени. Ну что же, друзья, судя по разрыву в образовавшейся дымке, по разрывам ракет поражение цели и есть. Да, и вновь попадают сейчас ракеты по макету танка на дальности 3000 метров. Итак, друзья, ну если мы обретим внимание на левый фланг, то здесь вашему вниманию представлена самоходная артиллерийская установка МСТА СН. Эта усовершенствовая версия МСТА С предназначена для поражения стратегических военных объектов, уничтожения артиллерийских и минометных батарей, бронетехники противника, средств противовоздушной обороны, а также живой силы противника. Итак, ну что ж, после успешных пусков управляемых ракет танки осуществили залп из танковых пушек, ну а сейчас ведут стрельбу в движение в бронебоевые машины пехоты, боевые машины поддержки танков, прошу прощения. Назначение их такое же, как и у БМП, борьба с бронетехникой противника, опасными целями, гранатометчики, бронепротивотанковыми оружием, живой силой противника, при этом используется ее мощное бронирование. Терминатор с этим бронированием может действовать в едином боевом порядке с танками. К боевым средствам БМПТ относят две 30-мм пушки 2А42, гранатометы АГ-17Д, пулемет ПКТМ, а также противотанковый ракетный комплекс «Атака», комплекс вооружения БМПТ, создает огонь высокой плотности и способен атаковать до четырех целей одновременно. После преодоления очередного рубежа ведения огня, командир взвода подает команду экипажа «Рывок», и машина ускоренно выдвигается на следующую позицию для введения огня из автоматического гранатомета АГ-17Д. Итак, друзья, ведется стрельба из гранатометов АГ-17Д, автоматический гранатомет, установленный на БМПТ. Это модернизированная версия, проверенного годами и не одним вооруженным конфликтом, знаменитым на весь мир АГС-17 «Пламя». АГ-17Д разработан специально для БМПТ «Терминатор». Радиус сплошного поражения составляет более 7 метров, максимальная дальность — до 3000 метров, а скорострельность составляет более 400 выстрелов в минуту. Ну что ж, приближаются танки к очередному рубежу и будут осуществлять противоогневой маневр, а также менять огневую позицию. Итак, друзья, продолжается динамический показ огневых возможностей, и справа фланга вновь выдвигаются танки. На этот раз это современные танки Т-80 БВМ, усиленные боевыми машинами пехоты БМП-3. Танк Т-80 БВМ был принят на вооружение российской армии в 2019 году. Итак, стремительно выдвигается подразделение и готовится занять огневые позиции. Ну а пока на правом фланге, в районе уличного экрана, готовится открыть огонь самоходный миномет 2С4 «Тюльпан». Есть выстрел. Самоходный миномет 2С4 является единственным в мире минометом такого калибра и аналогов не имеет. Итак, танки и боевые машины пехоты занимают огневую позицию. А мы давайте понаблюдаем за работой им подразделения артиллерии на левом фланге. Мстай СМ. Самая мощная самоходная гаубица, стоящая на вооружении российской армии. Экипаж гаубицы 5 человек находится на вооружении артиллерийских бригад и артиллерийских формирований, общийсковых соединений сухопутных войск. 152-мм ствол способен запустить снаряд весом до 50 кг на дистанцию до 25 км. Дивизион таких гаубиц способен за одну минуту доставить в район цели до 7 тонн боеприпасов. А с учетом того, что радиус поражения одного снаряда 250 квадратных метров устроит там настоящий огненный дождь. Итак, внимание, залп. Мстай СМ. Итак, внимание, друзья, на третью огневую дорожку. Итак, внимание, на третью дорожку давайте посмотрим, друзья. Управляемые ракеты отправляются из боевых машин пехоты БМП-3. В состав комплекса вооружения входит 100-мм орудие «Пусковая установка», способная вести огонь противотанковой управляемой ракетой из канала ствола орудия на дальности до 7000 метров. Перед наступлением все танки осуществляют залп штатным артиллерийским снарядом по мишене номер 12, имитирующим танки противника. Дальность до цели 1600-1800 метров. Итак, друзья, на вашем внимании представлены танки Т-80 БВМ, который оснащается газотурбинным двигателем мощностью 1250 лошадиных сил. Использование нового двигателя позволило в известной мере повысить ходовые качества и подвижность машины на всех ландшафтах. При этом не потребуется серьезная переработка, не требуется серьезная переработка моторно-трансмиссионного отделения, которая позволила усовершенствовать двигатель. Силовая установка позволяет развивать скорость до 70 км в час и иметь запас хода до 500 км. Танк Т-80 БВМ. Современный танк, поступающий на вооружение армии России. В состав его вооружения входит 125-мм танковая пушка 2А46М1. Спаренный с ней пулемет Калашникова калибром 7,62 мм. И зенитный пулемет Корп, его калибр 12,7 мм. Боекомплект танковой пушки составляет 40 выстрелов. На первой, третьей и пятой дорожках ведет боевую стрельбу в движение экипажа боевых машин пехоты БМП-3. Стрельба ведется из 30-мм пушек по мишеням номер 13. Это мишень БТР на дальности 1400 метров. И мишень номер 14 БМП на дальности 1500 метров. БМП-3 – советская и российская боевая бронированная гусеничная машина, предназначенная для транспортировки личного состава к переднему краю. По повышению его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя. В конструкцию БМП-3 было внедрено 111 изобретений и патентов специалистов специального конструкторского бюро машиностроения. БМП-3 стоит на вооружении 12 иностранных государств. Ну вот некоторые из них – Объединенные Арабские Эмираты, Азербайджан, Алжир, Республика Корея, Кувейт и другие. Лобовая броня выдерживает попадание снарядов калибром 30 мм с дистанцией 200 метров. Ну а на экранах экипаж Торнадо-Г. Модернизированная версия, предыдущая версия Торнадо, предыдущая версия реактивной системы залпового огня ГРАД. Ну что ж, пока давайте понаблюдаем за работой расчета миномета «Тюльпан». 2С4. Я напомню, масса мины – 130,7 килограммов. Масса разрывного заряда – 32 килограмма. Мина имеет 5 зарядов, сообщающих ей начальную скорость от 158 до 362 метров в секунду. Итак, понаблюдаем за результатом огневого поражения расчетом миномета «Тюльпан». Мина еще в воздухе. И вот, разрыв. Я думаю, если бы в этой позиции находился командный пункт противника, то его попросту бы уже не осталось. Переходим на левый фланг. И вновь артиллеристы нас порадуют своей боевой работой. Здесь вновь реактивная система залпового огня Торнадо-Г. Внешний вид системы по сравнению с предшественником фактически неотличнее изменился. Основная модернизация коснулась боеприпасов и системы наведения. В состав комплекса добавили систему автоматизированного управления огнем «Капустник-БМ», задача которой состоит в объединении всех боевых машин, формирование в единое информационное пространство. Если «Град» ввел стрельбу на дальности 25 километров, то Торнадо-Г может бить уже на 40 километров. Вы наблюдали залп боевых машин с расходом 60 реактивных снарядов на цель. Дальность до цели 5700 метров. Итак, результат огневого поражения. На экранах был реактивных систем залпового огня Торнадо-Г. Ну что ж, а перед курганом славы уже представлены танки Т-72Б3М. Танковые войска являются неотъемлемой частью сухопутных войск. Они обеспечивают огневую поддержку, оборонительные и наступательные операции, действия пехотных подразделений. Вооружение танка обладает большой мощью и уникальными тактико-техническими характеристиками. В России ежегодно во второе воскресенье сентября отмечается День танкиста. В 2021 году это 12 сентября. Кроме того, в России в этом году отмечается 101-летие танкостроения. На левом фланге открывает огонь реактивные системы залпового огня Торнадо-Г. А танки переходят в наступление и ведут стрельбу в движении. Ну или, как говорят танкисты, сходу. Массовое производство собственных танков началось в Советской России в 1920 году. В течение 1920-1922 годов Сормовский завод выпустил 15 первых советских танков «Борец за свободу» товарищ Ленин, которые поступили в этот период на вооружение Красной Армии. Они носили название «Парижская коммуна», «Красный борец», «Илья Муромец» и другие. Машины отправляли на Западный фронт, а на броне каждого танка сделали надпись «Мелом» на «Белополяков». В это же время появилась теория боевого применения этих машин, вошедшая в боевой устав пехоты 1927 года. Первые танковые бригады в составе Красной Армии были созданы в 1935 году в качестве резервных. Технической их основой стали машины типа «БТ», которые производились по образцу лучших на тот период бронемашин американского конструктора Уолтера Кристи. Быстроходный танк, или «БТ», имел наиболее совершенную форму брони, сконструированную по принципу наклонного расположения лобовых броневых листов. Невозможно, наблюдая за танками, не вспомнить лучший танк Второй мировой войны. Средний Т-34 был разработан на основе «БТ». Машины приняли на вооружение Красной Армии 19 декабря 1939 года. Т-34 стал единственным танком, который сохранял боеспособность и находился в массовом производстве до конца Великой Отечественной войны. Итак, танки осуществляют противоогневой маневр, убывают в район сосредоточения техники. А в следующем эпизоде вашему вниманию будут представлены возможности военной техники противовоздушной обороны, радиационно-химической и биологической защиты, ракетных войск и артиллерии на экранах. Панцири. Это российский самоходный зенитно-ракетный пушечный комплекс наземного базирования «Панцирь-С». На правом фланге двигается для занятия огневой позиция. Самоходной установки зенитно-пушечного ракетного комплекса «Тунгуска-М» является предшественником «Панциря». Далее представлен зенитно-ракетный комплекс... Прошу прощения, сейчас на экранах тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек», стоящий на вооружении войск РХБЗ. Начальник войск, генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Итак, боевые машины занимают позиции на огневых дорожках. Посмотрим, что продемонстрируют нам. Итак, на экранах «Панцирь-С», друзья. Готовится открытие огонь по воздушной цели. Мины уже в воздухе. Мины имитируют... осветительные мины имитируют воздушного противника. Ну что ж, немного о «Панцире». Как я и сказал ранее, российский самоходный зенитно-ракетно-пушечный комплекс наземного базирования. Комплекс предназначен для ближнего прикрытия гражданских военных объектов, в том числе комплексов противовоздушной обороны большой дальности от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Итак, на правом фланге давайте понаблюдаем за работой «Тунгусок». Комплекс способен вести огонь ракетным и пушечным вооружением. Дальность поражения цели с зенитными управляемыми ракетами до 10 тысяч метров. С зенитными автоматами до 4 тысяч метров на высоте до 3,5 тысяч метров. Огонь может вести с зенитными автоматами с места и в движении в любое время суток. Ракетами с места и с коротких остановок при наличии оптической видимости цели. Ну что ж, а сейчас давайте обратим внимание на седьмую огневую дорожку. Здесь представлен автомобиль «Тигр-М» с противотанковым комплексом «Карнет-М». Готовится осуществить тандемный пуск двух управляемых ракет по макету танка на дальности 3300 метров. Друзья мои, ну что ж, руководитель показа принял решение сейчас осуществить одиночный пуск управляемой ракеты. Отлично поражает сейчас макет танка. А вот тандемный пуск продемонстрирует нам на следующем огневом рубеже. В режиме реального времени идет управление, командование динамическим показом, руководитель стрельбы. Ну и по ходу показа могут вноситься небольшие корректировки, небольшие правки. Но мы дождемся обязательно, посмотрим на боевую работу и пуском сразу же двух управляемых ракет, установленных на автомобиле «Тигр». Итак, вновь «Тунгуска» на экране. Итак, вот что ж, вот сейчас останавливается «Тигр» с боевым отделением «Корнет». «Корнет» и подсказывает руководитель стрельбы о том, что готовы открыть огонь по макету танка противника. Тандемный пуск, внимание! Первая, вторая ракета сходит. Отлично! Стремительно на молниеносной скорости обе ракеты поражают танк противника. Блестящая работа! Итак, друзья, ну а в это время перед «Курганом славы» представлены системы и комплексы, стоящие на вооружении сухопутных войск России. На правом и левом флангах самоходные артиллерийские установки 2С7М «Малка» предназначены для решения особых задач. Слева оперативно... Да, вот сейчас «Малки» показывает нам на экране. Немного правее от «Малки» разместился оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», который завершил перевод из походного в боевое положение оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М». Правее реактивная система залпового огня «Смерч», но и еще правее представлена вновь «Малка». А пока давайте посмотрим на третью-четвертую огневую дорожку. Сейчас будет очень жарко, друзья мои, потому что в бой вступает тяжелая огнеметная система «ТОС-1А». Двумя единицами представлены здесь данные боевые машины. Итак, открывает огонь! Тяжелые огнеметные системы «ТОС-1А» Сан-Цепёк осуществили пуск неуправляемых реактивных снарядов по колонии бронированной техники противника. Дальность до цели 3000 метров. И сейчас, сейчас, друзья мои, вы почувствуете разрывы неуправляемых ракет. Боя препарат создает облако взрывоопасной смеси и затем подрывает его, заставляя весь кислород в облаке вступать в эту реакцию. После мгновенной детонации давление резко поднимается, а потом падает ниже атмосферного примерно на 160 миллиметров ртутного столба. Таким образом, даже если противнику удалось выжить после взрыва, то перепад давления приводит к его гарантированному уничтожению. Ну а прямо перед курганом «Славы» разместилась установка 9А83 из состава зенитной ракетной системы С-300В. Является фронтовым средством противовоздушной обороны, предназначена для борьбы со средствами воздушного нападения противника при их массированном применении в сложной воздушной и помеховой обстановке. Слева и справа от С-300 представлены зенитно-ракетные комплексы ТОР-М2. Предназначена для прикрытия важных объектов от ударов ракет, авиабомб, самолетов и вертолетов, в том числе и выполненных по технологии «Стелс». А тем временем после наведения мостовой переправы мы наблюдаем выдвижение отряда обеспечения движения в составе многофункционального робототехнического комплекса «Уран-6», бронированные машины разминирования «БМР-3М», инженерные машины разгорождения «ИМР-3М» и танкового мостоукладчика «МТУ-72». Итак, друзья, инженеры навели мост. Вы можете наблюдать, что уже прямо сейчас осуществляют переправу по наведенному мосту автомобилисты вооруженных сил Российской Федерации. Итак, мы понаблюдаем за действиями инженерных подразделений. На экранах представлена «ИМР-3», инженерная машина разграждения, которая сейчас при помощи стрелы-манипулятора производит разбор завала из железобетонных блоков. «ИМР» предназначена для обеспечения продвижения войск через зоны разрушений, в том числе на радиоактивной и химически зараженной местности. Осуществляют прикрытие перехода через озеро Комсомольской автомобильной техники подразделения армейской авиации вертолета «ИК-52» и «МИ-35М». Ну что ж, вот они, вертолеты, наши боевые вертолеты «ИК-35М» и «К-52» «Аллигатор». Итак, ну а прямо перед вами на озере Комсомольское наведенный мост. Это понтонно-мостовой парк ПМП, предназначенный для оборудования мостовых и паромных переправ через водные преграды. В 2020 году понтонные подразделения оборудовали на плавной мост через реку Волгу в районе города Астрахань длиной более полутора тысяч метров. Мост с такой протяженностью был оборудован впервые. Ну что ж, друзья, озеро Комсомольское форсирует в Витязи, двузвенные знаменитые гусеничные транспортеры. Уже скоро появятся они перед Курганом Славы, друзья. А пока давайте вернемся к подразделениям инженерных войск. МТУ-72 на экранах. Предназначен для обеспечения пропуска танков через узкие препятствия шириной до 20 метров. Мостоукладчик представляет собой бронированную гусеничную машину, изготовленную на базе танка Т-72, и оборудованную механизмами и гидросистемой. БМР-3 на экранах. Предназначена для разведки и проделывания проходов в минных полях и разминирования дорог. Она обеспечивает проделывание проходов на заминированных участках местности с обеспечением траления основных типов противотанковых мин. БМР-3М, шасси Т-90, скорость траления 15 км в час, экипаж 2 человека, а десант 3 человека и все саперы. Итак, друзья, прошу обратить внимание, на площадку перед Курганом Славы выдвигаются автомобили и двухздвенные транспортеры «Витязь». В колонии автомобилей следуют автомобили многоцелевого назначения семейства «Мустанг», автомобильного завода «КамАЗ» и семейства «Мотовоз-1», автомобильного завода «Урал» в двух-, трех- и четырехосном исполнении. Самую массовую группу военной автомобильной техники в парке вооруженных сил составляют автомобили многоцелевого назначения, предназначенные для монтажа и транспортирования вооружений и военной техники. Буксирование прицепов, перевозки личного состава и воинских грузов, являющегося основой автомобильного парка сухопутных войск России. Модификация и взаимозаменяемость по узлам и агрегатам внутри семейства автомобилей «Урал» и «КамАЗ» составляет более 90%, что значительно уменьшает затраты на автотехническое обеспечение. На шасси автомобилей «Урал» и «КамАЗ» кончируются более 400 образцов вооружения, военные и специальные техники, в том числе системы залпового огня, системы радиоэлектронной разведки, системы связи, инженерные системы, ремонтные мастерские, топливозаправщики и многое другое. Свои высокие качества «Урал» и «КамАЗ» неоднократно доказали в ходе локальных конфликтов и антитеррористических операций в Афганистане, на Северном Кавказе, а также в Сирийской Арабской Республике. Итак, колонна военной автомобильной техники преодолевает специально подготовленные препятствия. Это брод, завалы струб, эскарпы различной высоты, шашечный участок, косогор, контрэскарп и лестница. Прикрывает колонну автомобильной техники вертолеты армейской авиации Ми-35М и К-52. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Итак, друзья, представленные автомобили Урал-43-206. С колесной формулой 4х4 сейчас представлен на экране мощность дизельного двигателя 180 лошадиных сил. А КАМАЗ с колесной формулой 6х6. Это КАМАЗ 5350 мощность двигателя 260 лошадиных сил. Итак, а вот и КАМАЗ колесной формулы 8х8. Это КАМАЗ 6350 грузоподъемность до 10 тонн. Максимальная скорость 95 км в час. Посмотрите, с какой легкостью преодолевает препятствие лестница Урал-колесной формулы 6х6. Вот и показываются двухзвенные транспортеры Витязь ДТ-30П и ДТ-10П. Вашему вниманию представлены двухзвенные гусеничные транспортеры грузоподъемности 10-20 тонн. Серийно выпускается машиностроительная компания «Витязь» с 1984 года. Они нашли широкое применение в частях и подразделениях вооруженных сил, дислоцирующихся в районах с трудно-промоходимой местностью. Север, Сибирь, Дальний Восток. А также в различных отраслях народного хозяйства, в том числе используются в Антарксиде. Важнейшее достоинство этих машин – сочетание большой грузоподъемности с высокой проходимостью. Компоновочная схема двухзвенных транспортеров позволяет обеспечить поворот путем взаимного складывания звеньев в горизонтальной плоскости с помощью гидроцилиндров горизонтального складывания. Широкие резинотканевые ленточные гусеницы обеспечивают удельное давление на грунт меньше, чем у человека. Итак, друзья, ну а вот и новое поколение автомобилей Урал. Итак, друзья, на экранах Урал 4320 с панельно-каркасной кабиной. Трехвостный многоцелевой автомобиль с колесной формулой 6х6. Базовый автомобиль семейства Мотовосов. Воплотил в себе все самые передовые требования российской армии. Модернизированный автомобиль может эксплуатироваться с прицепными системами, имеющими пневмовыводы, электровыводы, пневмогидравлические приводы и тормозные системы. Полную массу до 11,5 тонн и сцепное устройство для прицепов. Итак, вновь возвращаемся к Витязем. Перед вами демонстрируют свои возможности плавающие двузвинные гузеничные транспортеры ДТ-30П и ДТ-10П. Знаменитые витязи из города Ишимбай. Ну что ж, в завершение динамического показа возможности вооружения военной специальной техники осуществляют поклон под ваши громкие аплодисменты. Ну а мы говорим огромное спасибо всем, кто был с нами, всем, кто смотрел динамический показ. Завтра в это же время состоится очередной динамический показ возможности вооружения военной техники в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2021». С вами был комментатор Николай Федоров. Еще раз спасибо за внимание. Берегите друг друга, любите друг друга и будьте счастливы. Ваше Министерство обороны всегда рядом с вами. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»